Особое мнение на 101FM Можно у меня есть хорошая новость Буквально вчера Моему заместителю Руководителя фракции Надежде Васильевне Сураевой Был день рождения Ну хорошо, давайте мой депутат Она молодой депутат Но она вообще себя проявила Такой боец с характером Активный, молодой, но активный депутат Да, и это особенно приятно Когда эта женщина Она там дает, многим показывает Что за сексизм, Владимир Вениаминович Погодите, это не с моей стороны Вы же помните, как-то мы лет, наверное Года 4 назад я ругал, помните, Быкова, Владыкина По главе города Они говорят, Владимир Владимирович, а кого же? Я говорю, а вот смотрите Надо женщину, я помню И мы с вами пророчески предрекли Елену Васильевну Ковалеву Хорошо, мы к городским темам перейдем Буквально через несколько минут Но сначала, Владимир Вениаминович, я бы просила вас Прокомментировать историю федеральную Пятница очередные приговоры По так называемому московскому делу Несколько участников акций Которые были летом в июле и в августе В Москве Часть из них санкционированы, часть нет Получили приговоры Тоже разные совершенно У кого-то условные сроки, у кого-то штрафы У кого-то реальные сроки заключения Все это молодые люди Что им в основном вменялось в вину Так или иначе, ну, какой-то несогласованный контакт С представителями полиции Кто-то пытался оттащить полицейских Пытающихся задержать Других участников митинга Кто-то еще как-то себя вел Кто-то там до этого были приговоры Урну бросил Кто-то там что-то крикнул Кто-то там еще что-то сделал Ну, то есть действия такие Не сказать, что очень Как это сказать-то Очень опасные для общества Вот, тем не менее Сроки реальные у многих И у меня к вам вопрос Вот, учитывая, что на Москву Ориентируется вся Россия Так или иначе, да Чем вот это вот дело может обернуться Для активности В том числе активности какой-то гражданской Политической, общественной Как себя будет вести молодежь И не пришла ли пора Уже в школах наших там, да И в вузах водить какой-то отдельный предмет Или курс По тому, как себя вести на акциях Общественных, политических, массовых Ну, вы знаете Я очень много трачу времени В размышлениях над тем Что у нас происходит в государстве, в обществе Что такое государство, система управления Мой вообще любимый предмет был Это теория государства и права Если я пошел, например, по юридическим А это для многих такой камень преткновения Потому что там очень много такой Эстерической, философской размышления Что такое государство Как нам обустроить все это правильно И, в принципе, ответ на все вопросы На большинство Как управлять Что происходит в обществе Они даны И вот мне нравятся вот эти постулаты Которые вывели в свое время Там еще древние философы Их, в принципе, три постулата основных Которые должны и государственным уже То есть те, которые управляют чиновники Там, городоначальники Правоохранители И обычные граждане Понимать Значит, первое Это всегда Власть выше капитала То есть это любые олигархические формы Попытки там чиновников Страсти с олигархами И они не проходят Это рано или поздно Ну, это как бы прорывает Это первое Второе Да Духовное всегда выше материального То есть в этом тоже все должны Это более тонко В более широком, чем коррупция Мы об этом редко задумываемся, конечно Ну, и третий постулат Справедливость выше закона То есть о чем я говорю Бывает по закону И часто вот я вижу Чинуши, правоохранители Некоторые Не совсем далекие, наверное Пытаются действовать Какое неуважительное Я это понимаю Но, к сожалению, у нас это есть И некоторые вещи, которые они Примерно даже, знаете, как Вот то, что дали реальные сроки Ведь что такое Справедливость выше закона О чем я говорю Слушайте, у нас Некоторым людям Дают сроки меньше Там заворосток громадное Например За сбитых насмерть людей Или постарающих в аварии С участием дьяного водителя За то, что люди организовали И откосили от армии 1700 человек Это против обороноспособности Идеологии Морали И эти люди даже не получили Вот какого-то срока Понимаете, все Власть придержащая Это должны быть мудрейшие люди Знаете, основное Кто сходится Они должны быть мудрыми То есть не всегда закон Как гильотина Должен резать В данном случае Вот эти все посадки Я понимаю, чего хочет власть Мы все это поняли И я, например Молодежь, она ходит Она неопытная В ней много силы Желания Энергии Дают по рукам-то им Взрослые же люди Солидные после сорока Там фактически людей нет Ну, я Навального Там не беру Наверное Да нет, эти люди есть Просто они, может быть, Более осторожные Ведут себя более осмотрительно Они просто не ходят У них нет времени Но на самом деле Они поддерживают эту молодежь И вот я переговорил Буквально, готовясь К вашей редакции Ну, поэтому Ну, с десятком человек Которые Мнением которых Которые мыслящие Которые понимают Что такое политика Что такое государство И, в принципе, все высказались С непропорциональностью Вот этого Я понимаю, какое там Правоохранители говорят Мы, чтобы там Люди не нарушали закон Извините меня Чтобы люди не нарушали закон Вы тогда вычистите Всех этих наших полковников У одного 9 миллиардов 14 Вы свои ряды сначала Вычистите Ведь мы Сотрясают скандал И больше всех Это в полиции Я, ну, не говорю Про кировскую полицию Но мы же говорим Про московский уровень Да Или, например, вот дело Тут Слышали новость такая Ганжела, наш уроженец Да Был снова задержан За мошенничество Слушайте, ему срок дали За мошенничество 9 лет А он вышел уже там В декабре, по-моему, 18-го года Я посчитал Он отсидел год и 7 месяцев По УДО Это часть 4 Статисту 59 Слушайте Это не вновь вскрывшиеся Разве обстоятельства? Нет, он не мог Когда человеку дали 9 лет А он отсидел год и 7 И вышел по УДО То есть 2 третих То есть, когда нарушаются Вот такие законы Судебная система И так далее То Ну, а какая реакция? Очень много Несправедливых И неправосудных Выносят с решений Приговоров Суды, к сожалению, наши А это Я считаю Закон это у нас нормальный А вот Морально-философская часть Когда от конкретного Полицейского Там, судьи Зависит Чиновника Зависит правильное решение Они почему-то часто Ну, уходят в сторону Понимаете? И занимают Например, судебная власть Часто занимает позицию Чиновников Смутной власти Это, к сожалению, нередко И в Кировской области Есть пример Я их могу привести Хотя должно быть не так Да, например, по Парку Победы Мы знаем Из материалов дела Пока это вот не вышло Но там конкретно Два судьи Которые принимали Помогали Там Главе администрации Главе города Принимать правильное решение Ведь первое решение Суда, оно было законным И среди судей Честных Это тоже Вот Оно Муссируется И сейчас Некоторые судьи Дают показания По этому делу Это не выливается На широкий суд Общественность Потому что С одной стороны Показывает Не совсем красивую часть Государственной машины Под названием Судебная правоохранительная система Но я знаю Что большинство судей Вот я с некоторым Сначала разговаривал Они возмущены были От этой ситуации По Парку Победы И называли ее Уже тогда Неправосудной И я надеюсь Что вот эти судьи Каким-то образом Будут лишены статуса И возможно Мы их увидим В статусе Соучастников Вот по этому делу Как-то бы прямо жестко Жестко Потому что Вы знаете Ну Владимир Вениаминович Там с Парком Победы Пока ведь еще не очень Все понятно То есть Часть решений Которые принималось В том числе и судами Она принималась На основании Решений Которые до этого Принимали депутаты То есть Пусть Есть какие-то Ну скажем так Основания утверждать Да Что депутатов Как-то к этому Стимулировали Да Словами там Или еще как-то Но тем не менее Решение это было принято Ну я с этим соглашусь Это например Основные решения По Парку Победы Были приняты там До 12-го года Когда я не был депутатом А когда вот Некоторые вещи Которые были уже С 12-го по 17-й год Когда я был депутатом Я был членом фракции Единая Россия Я скажу Что я Настолько жестко Особенно на фракции Высказывался И предрекал Даже на заседаниях Уже городской дум Раз 20 Что будет уголовное дело Ребята не связывайтесь Понятно Тут знаете как И у всех все проходило Потому что большинство К сожалению Относилось к этой же Быковской Развязке Я сейчас хочу Немножко так Вот приоткрыть завесу Потому что депутаты Принципиальная Вот 6-го созыва Они и 5-го созыва Мы собирали документы Некоторые Передавали в прокуратные органы Обращались С обращениями Вот из того созыва Сегодня 5-7 депутатов Городской думы Фракции Единая Россия Рассматриваются В качестве Там пособников По разным делам В том числе Соучастников И там По господину Быкову Не только по АТП Процесс 14 эпизодов Понимаете Сегодня уже Рассматриваться Вопрос Там не совсем Все было хорошо С клубом Хоккейным Родина С Домом культуры Космос Там с троллейбусными Парками Там Тут Вот Понимаете У меня Я об этих фактах Я как узнаю К нормальным депутатам Идут постоянно люди У нас честнощики много С жалобами С жалобами говорят Слушай Да доколе будут воровать Ведь есть люди честные Их большинство Но К сожалению Я сейчас Это слово Что быковский режим Коррупционный О чем там говорил Там и мои коллеги Депутаты Ерохин и Бекалюк Я его подтверждаю Почему Ерохин и Бекалюк Так жестко говорят По Быкову Они понимали А Бекалюк еще видел Как это с седьмого года Все это Все это выходило Я помню Оно создавалось Как все это готовилось Поэтому Знаем всех соучастников Сейчас еще поднимут вопрос И по откосам от армии Пять врачей У нас Осуждены Уже большинство Сидело А главный организатор Военком Который подмахивал Подождите Мы пока не можем Называть главным организатором Человека Чья вина в суде не доказана Владимир Федняминович Давайте мы перерыв Это по мнению Следствия И оперативных данных Вот Спасибо за это уточнение Значит у нас сейчас Перерыв Полминуты И мы вернемся Особое мнение На 101FM Депутат Кировской городской думы Владимир Журавлев В нашей студии Мы так немножечко С федеральной темой Переместились на город Потому что Ну все же взаимосвязано Да Но тем не менее Я Владимира Вениаминовича верну К своему вопросу Который задавала Все-таки Учитывая Те результаты По московскому делу Так называемым Которые были Которые мы видим И которые еще будут Нужен ли Какой-то Образовательный курс Спецкурс Ну Отдельный предмет Наверное не стоит вводить Для молодых Участников Потенциальных И санкционированных И возможно Несанкционированных Каких-то акций Как себя вести Что можно делать Надо идти на несанкционированную акцию Не надо Если ты хочешь Посмотреть Как это будет Как себя надо вести В этот момент Надо где-то стоять далеко Надо подходить близко Если тебя Пытается задержать Сотрудник полиции Подходит к тебе Просит предъявить документы Надо это делать Или можно сказать Я не хочу этого делать Нужен такой курс Или нет Конечно нужен То есть права и обязанности Гражданина Должен знать каждый И я хочу сказать Что Ну вот это известны Уже работы Они Есть Поведение в толпе Да То есть многие люди Даже достаточно разумные Там Которые С образованием Там уже в годах Они описывают Особенно которые психологи Уже было описано Неоднократно Что ребята Поведение в толпе Оно непредсказуемо То есть в этой В обычной жизни человек Умный А там эмоции Как на футбольном матче Кто-то бывал Вот он даже спокойно Не я не буду шуметь кричать А он попадает Эмоции переполняет Переполняет Это Такой синдром толпы И ты начинаешь действовать Плюс когда появляется Там Довооруженный Спецназовец В шлеме В каске Лицо у него Жесткое Обычно парни Спортивные Они такие Ну жесткие Агрессивные Это нормальный процесс Задача их сдерживать Они ведь уже Не сдерживаются Поэтому некоторые Там вот я видел Ну ударил Пустой бутылкой Конечно это неправильно То есть нарушение Формальное нарушение Закона есть Но а где у нас мудрая Судейская власть Ребята ну дайте Месяц административки Да Пустят 15 суток дайте Ну давай 3 года Ломать парню жизнь Откровенно Зону она не исправляет Ну ничего глупее Этого нет Мало того я уверен Тем не менее Должны молодые люди Понимать что Бить бутылкой человека В форме Даже пустой пластик Вы нельзя Это чревато Спустимо проявлять эмоции Но мы же взрослые люди И старшее поколение Мы должны понимать Ведь там с той стороны Тоже молодежь Вот надо понять Я не за разделение общества С одной стороны Власть выпускает Вооруженных И специально подготовленных И это правильно Молодых людей Там тоже эти молодые люди И заметьте Все осужденные Это ребята там Ну до 40 До 35 Какие-то вот такие Которые Ну эмоционально У них они полны жизни И так далее Зачем ломать Кого воспитывать Хотите Скажу Вот эти все посадки Они молодому поколению Во-первых Только озлобили Мало того И спецназовец То же самое И в итоге Они потом разошлись Сели спокойно И их претензия Она будет обращена К власти Вот как не понимают Этого люди То есть атмосфера Психологии В стране Это тоже очень важно Революция как раз Происходит К сожалению Из-за эмоций Появляются искры Вот этого костра Разгораются Говорят правда Потом и Те кто организовал Сгорает в этом костре Эта история нам Тоже показывала Но судить вот так Кого вы испытали Я старшее поколение Там 40-50-60 лет С кем я не разговариваю Они все говорят Они недовольны Действующей властью То есть это в итоге Эти приговоры Идеологически бьют По власти Это неправильно Недопустимо Наносит ущерб Конечно Нужна какая-то Мудрость И снисхождение Определенное Ну вот Я же тоже полиция Я уже прожил Я не знаю фактов Там юридических вещей Но я понимаю Что то что человек сделал Вот призывы там Я помню Молодой человек призвал В интернете Убивать детей Слушайте Ну там не было призыва Там была Скажем так Очень неаккуратная фраза Про то что Дети могут пострадать Из-за того что кто-то будет Озлоблен на их родителей То есть там не было Именно в виде угрозы Я соглашусь Но вот этот пост У всех однозначно Мужчин Особенно вызвал Что это не мужской поступок И так далее Но из-за этого Ну дайте парню Ну какой-то год Ну я это все понимаю Нужно снисхождение Наши граждане Несоразмерно Наши граждане И курс необходим Два Хорошо Владимир Вениаминович Просто времени очень мало Да я прошу прощения Тема такая Ну правда мне кажется Нормально Поэтому мы ее затронули Давайте мы к заседанию Городской думы перейдем 4 декабря И собственно Будет вторая серия 18 декабря В первом чтении Был рассмотрен бюджет И как все Мои коллеги Наши коллеги И депутаты тоже Сказали Было отмечено Что это не бюджет развития То есть дефицит Не сказать что сильно Внушительный такой Около 500 Менее 500 миллионов рублей Доходы 11,7 миллиарда И расходы 12,1 миллиард рублей Но тем не менее Возможностей Вкладываться В развитие города У города нет Ну во первых Я сразу хочу сказать Что наша фракция Мы за основу Поддержали бюджет Потому что Ну это рабочий документ Не принимать его Было бы Наверное неправильно Недальновидно Бывают наверное Политические какие-то шаги Чтобы показать И в данном случае Ну кого удивить Кого удивить В итоге там Партийных людей Там ну 4 партии 4 фракции Существа Ну есть еще Вот как-то вот в этой В этом сознании У нас Мы не политизируем Не делимся на фракции Так в принципиальных вопросах А пытаемся размышлять И какие-то Ну конструктивные вещи Задавать Плюс и Единая Россия Она ведет в этот раз Ну себя намного Как бы разумнее И дискутирует И позволяет Ну это конечно Оппозиция Елены Васильевны Прежде всего Ковалевой Да И поэтому мы В такую жесткую оппозицию Не идем Ну и показать себя Мы можем в другом показать А вот То что много Изменений Порядка там По-моему 15 или 18 Мы в писанном виде Отобразили И Послали в администрацию Я знаю что даже Уже был проговор там А основные изменения Владимир Вениаминович какие? Они не касаются Принципиального Почему? Объясню Вот смотрите Давайте мы бюджет разделим Есть та часть Для меня принципиальная Которую мы собираем сами Да Это налоги Собственные доходы Да Это в основном НДФЛ Часть НДФЛа И налоги на Физлиц Это имущество Там транспорт Земля Ценные налоги Налоги на доходы Да И Большая часть Это субвенции Федеральные и областные То есть тогда Или федеральные Там это на образование Поступление Поступление в бюджет Которые неизменимы Я понимаю Что мы их пилим и делим Но Ну там Исполнительная власть Подождите Ну вот Я говорю Мы их расходуем Но почему я говорю Так расходуем Потому что На самом деле Нам дали уже нацелевку То есть мы К этому не Принимаем решения То есть нет Нашего интеллектуала На интеллекта какой-то заслуги А вот Как раз Та часть Я критикую Уже много лет С 12-го года Которая Местная Зависит нас От правильной политики От собираемости налогов И так далее Но она конечно Не лезет ни в какие И я это критиковал И критикую Есть даже методика Министерства финансов Министерства экономического развития И Правительства федерального В целом Как бюджет формируется Вы знаете К сожалению У нас пока Исполнительная власть Под управлением Господин Ишлимин Он даже сам не понимает Что это такое Я ему задаю Он мне как Опять на главу администрации Любимая ваша тема Конечно Потому что я считаю Что такой бюджет Такой бюджет И даже его исполнение Оно зависит От качества управления А качества управления Как такового нет У нас как Как бог на душу Положит В этом проблема Я критикую Шульгина В этом он не управление Так Подождите Вот давайте мы Все таки С собственными доходами Это поразбираемся Да Ну Шульгин Это Шульгин А налоги-то платят граждане Имущественные налоги И налоги А тратит Исполнительная власть Тратит исполнительная власть У вас претензии У вас претензии Это больше к чему К тратам или к собираемости К тратам Ну во-первых Траты напрямую Зависят на собираемость Когда люди видят Что у нас Не туда На новый год Опять 25 миллионов забили Опять там дают Выигрывать Непонятно какие люди Жалко вам праздника Снега нет Погодите Мне не жалко Мне жалко денег Мало того Когда депутаты Выносят свое мнение По этому поводу Которое Дают граждане Через общественные организации В своих встречах В выступлениях Шульги нас даже не слушают Он нас игнорирует Ему Мне кажется Наплевать на мнение Владимир Вениаминович Тут же может быть Две позиции Кто-то из ваших коллег По гордуме Вполне себе соглашался С теми тратами Которые на новый год Потому что Ну у нас и так Не самая веселая жизнь В нашем регионе Пусть уж у людей Хоть какой-то праздник будет Аня Мы ведь согласовали Мы готовы согласовать 3-4-6 миллионов Но не 25 Когда на горке Которые растают И у нас есть сомнения Как в стоимости этих работ В обоснованности Как в прошлом году Из Перми привезли лед В этом году из Тюмени повезут И повезли уже Насколько я понимаю Слушайте Ну я считаю Что это коррупционно Здесь все характеристики Коррупционности Зато он чистый Без рыбок Иван Урган Про нас не расскажет В программе Слушайте Про замерзших рыб Ну я Главное Чтобы у нас После этого Исполнительная власть Осталась на свободе Я хочу сказать После заключения Таких контрактов Этот контракт Депутаты его просто Мы его просветим Через все лампы Когда это будет? Вот как только Сейчас начнет исполняться Начнутся приходить Мы его До сих пор Даже условия этого контракта Мы не получили Хотя мы попросили его еще 4 декабря представить Мы не получили Мы получили Смету за прошлый год А к 18 числу К 18 декабря Когда будет Очередное заседание Городской думы И комиссии Будут перед ним Я так понимаю Ну вы знаете Там на комиссии Вопросы уже определены Мы уже договорились Мы спрашивать будем в январе В январе Меньше других дел После нового года Все спокойно Мало того Будут подписывать все контракты Насколько хорошо Все это было сделано Конечно Понятно Хорошо Посмотрим Чем завершится анализ Ваш новогоднего Так называемого контракта То есть вы считаете Что в целом Вы бюджет поддержали Фракция справедливая Россия В городской думе Бюджет поддержал Как за основу Но у вас есть вопросы К тратам К тратам той части Которая собирается Непосредственно здесь На месте То есть история Мало того Наши коллеги С других фракций И Единая Россия В том числе Коллеги Нас поддерживают У нас едино Вот это Мы ни с кем не боремся Понимаете Вот господин Шульгин У нас плывет в одну сторону А вся городская дума А он этого не понимает И у него до сих пор Мнение что мы Мешаем работать Вы никак не можете найти Общего языка Да Владимир Венеминович Очень мало времени Давайте Давайте едем дальше Вот у меня вопрос По поводу Тех 400 объектов Которые Выплыли На прошлой неделе После выезда Депутатского Совместно С представителями КТК В город Я напомню Мы эту тему В эфире разбирали Тем не менее Еще раз скажу Значит В городе Выявлено Несколько сотен Объектов Находящихся Над тепловыми сетями Это объекты Это детские площадки Спортивные площадки Автопарковки Гаражи Какие-то временные Я так поняла Что вот эти вот Металлические времянки Да Некапитальные гаражи Которые строились До 2017 года Возводились до 2017 года В том числе Как я понимаю По программам Типа ПМИ Вот И еще чего То есть инициативные Какие-то люди В домах Выходили Значит С предложением И не было возможности Посмотреть Та территория На которой они Собираются строить Она безопасна или нет После случая в Пензе Того как машина Провалилась в яму Там да В промоину И погибли люди Сейчас пошел осмотр И я так понимаю Что по итогам Вот этого вот выезда Депутаты Городской думы Получат некую там Бумагу Не бумагу Рекомендации Не рекомендации Обойти свой район Свой округ Да И выявить Настроение жителей В том случае Если действительно Эти проблемные точки В вашем округе есть И по возможности Город обещает Изыскивать Какие-то там Я не знаю При доме территории Или еще где-то Куда можно этот объект Перенести То есть Чтобы не остался дом Без детской площадки Если детская площадка Возведена с нарушениями Чтобы не остался дом Без парковок Потому что ясно Что машины все равно Куда-то надо будет ставить Вы готовы Этой работой заниматься Начали уже или нет Ну вот давайте мы еще раз повторюсь Что депутатская Это общественная работа Нам не хватит ни времени Ни сил Чтобы это все сделать А кто должен делать Территориальное управление Первомайское Октябрьское Ленинское Новоевятское В моем понимании Вот в отличие от самой Администрации города Там работают вполне Адекватные люди Они знают ситуацию Мало того Вот в моем округе Я знаю несколько объектов И когда там делались Детские площадки И есть там Вот например Ленина 18 Там где стоянку Они тоже за свой счет Формировали При поддержке депутата Там изначально было Ну там правда не тепловая А высоковольтный кабель Он там проходит Да Трансформаторы и так далее Это естественно Но они же все подписывают В этом случае Договор По которому Вот есть авария Эту площадку вскроют И без всякой компенсации Если это проходит Через детскую площадку В общем люди рискуют Если будет авария Ну да Как и все мы Выходя каждый день утром На улицу из дома Мы все рискуем Жизнь это риск В определенной степени В части И там четко сказано Там ответственность прописана За это не будет отвечать Ни КТК там Ни город Ни теруправления Это ребята Вот мы зарыли потом траншею А вы должны восстановить То есть ответственности В данном случае И как Я хочу сказать Если кто-то Ну может быть Человек может быть Не всем адекватный Может сказать Мы там предусмотрим деньги Или еще что-то Это не предусмотреть Город Слишком напичкан Это узкая такая Инфраструктурная вещь Всегда будут какие-то вопросы Спорные И там Ну не Вот то что находится Под землей Некоторые коммуникации Не использовать пространство Другое для жизни Но это неправильно Другое дело Определить вот такие Как в Пензе Действительно Я это видео тоже видел Опасные Конечно Это должно закрываться Даже вот Теоретически условно говоря Такая возможность Конечно это нужно делать Не допускать гибели А все остальное Все остальное Как будет с остальным У Владимира Журавлева Спросим после перерыва Особое мнение На 101FM Владимир Журавлев Изолировать Да Убирать все объекты Которые могут быть Неважно Парковка Это детская Спортивная площадка Или гараж В ситуациях Когда Не настолько все опасно Соседство возможно Но должны быть Проведены какие-то Дополнительные работы По изоляции Вот этих же Теплосетей Еще чего-то И стоять Видимо Какие-то таблички Упреждающие Что Нахождение в этой зоне Может быть небезопасно Вы это имеете ввиду Да Ну вот я По Пензе разбирался И там причина была понятна Там нарушение технологий При перекладке Вот этих труб Было произведено То есть в советское время Вопрос на безопасность Вопрос был номер один При любых Инженерно-конструкторских решениях И там в данном случае Должны были лотки Когда лоток ставится снизу А что такое лоток Это бетонный В него и вода уходит В том числе и кипяток И это И сверху закрывается Тоже таким лотком Который поднимает только кран Да И есть немножко Такие изгибы При Когда вода при аварии Она может просто уходить Утекать И не попадать Она не промывает Собственно Да Не промывает Лоток защищает Там в данном случае Не было Это уже признано То есть технически Там это ошибка Второй момент У нас Ну я думаю Что там в большинстве случаев Все старые советские госты Работают В том числе По прокладке Там высоковольтных кабелей Там тоже лотки укладываются И фактически Авария Которые могут пострадать люди Ну может какие-то Нештатные ситуации Могут быть А так В большинстве Это все безопасно Вопрос в ремонте В ремонтной пригодности И когда На этом участке Например Разбивается Которая по документам Законно Детская площадка Или автостоянка Там везде подписывается договор Если это теплотрасса Это с КТК Если это Условно говоря Иной какой-то Горэлектросеть То есть муниципальное предприятие Горэлектросеть Который говорит Ребята Мы вас даже не спрашиваем И потом вам не компенсируем И вскроем асфальт Если это Автостоянка Или там Уберем качели Просто их уберем Грубо А вы уже потом Сами восстанавливаете Потому что изначально Это Это прописывается В договоре При Когда это делается Где это Самостийно То есть условно говоря Без оформления документов Такие дворы Нам тоже известны Ну там Даже никто никому Ничего компенсировать Не будет Уведомлять Уведомительный порядок Здесь даже не предусматривается Это гражданские правоотношения Да Вопрос Просил авто Люди понимают Ребята Безопасность Это менее значимое Такое в жизни бывает Вот Я думаю Будет такой порядок В принципе Это нормальная практика Но и ограничивать Верхнее пространство Чтобы его не использовать Там десятилетиями Лежат и тепловые трубы И Высоковольтные кабели Это все как бы Нормально существует Но это нормальная практика В городе Очень сложно С придомовыми территориями Будет Потому что Мне кажется Что все те объекты Которые возводились Там в советское время Может быть Возводились действительно С соблюдением Каких-то правил норм Но после этого У нас город там Перекопан Где-то строили новый дом Проложили новые трубы Там еще что-то Да К магистралям Извините А людям-то куда деваться С своими детскими площадками Своими машинами Которых и так много Вот собственно о машинах Состоялось очередное заседание Градостроительного совета И Я бы хотела вас попросить Прокомментировать его Вот в какой части 6 декабря Совет обсуждал Строительство Проект Жилого дома На Орловской 20 И Помимо обсуждения Непосредственно объекта Вышла тема Парковок на первый план Парковочные места в центре города Абсолютно согласен И Елена Ковалева Глава города Кирова Предложила следующий вариант То есть все мы понимаем Центр города Узкие улицы Достаточно много Ну таких Невысоких домов С высокой стоимостью Квадратного метра Что подразумевает собой Ни одну машину в семье Если нет Выделенной парковки А в ситуации С домом на Орловской Там история такая Там 12 квартир И 12 парковочных мест Предусмотрено Машины ставятся Либо на обочине Либо еще где-то И Елена Ковалева Предложила Если вот речь идет О таких объектах О старой застройке О старом центре Да При сносе Домов В центре города Не застраивать Все участки То есть не отдавать Под застройку Какой-то участок А сохранить его Сберечь И сделать на этом участке Цивилизованную парковку Насколько это возможно Я насколько понимаю У нас вся лакомая земля Что называется Да В центре города Она давно уже Собственников имеет Нет Вы знаете Это не совсем так У нас порядка Вот мы разбирали На депутатской Свыше 200 Таких домов Которые Даже знаете Вроде бы Расселены И даже некоторые Там вот Снесены А эта земля Она не подходит Ну Выгодными считаются В центре города Во-первых В центре города Есть ограничения По Этажности Да Застройки Раз Затем очень много Разных объектов культуры Где вообще просто Стройка Грубо говоря Она Ну Ее нельзя Осуществлять Есть памятники Которые охраняются Охранные зоны Да Притом Это тоже немалый Такой процент Вот И каким-то образом Это пространство Нужно использовать Тем более У нас больше всех Пострадал старый центр Когда Ну Настроили Честно говоря Уродов То есть Каменные джунгли Мы сами себе Наделали А Они не функциональны Потому что нет территории Для явления уже Объективно Для автомобилей Еще для что-то Поэтому Вот Правильное решение Когда Использовать Это для нужд города Но Я бы Отдавал Под Стоянку Автомобильную Отдельным домам Во-первых Временно Осторожно К этому Относился Почему Ну и то при условии Если у города Например Денег нет Территория Это обычно Земля Там Зарастает Все Лопухами И репеем То наверное Если дом Какой-то соседний Взял Там Предположим Дать Или Несколько Домов Но с условием Потом изъятия То есть Если будет Нужно городу Мы всегда Это изымем А так По идее Нужно Изыскивать Деньги И вот Эти зоны Делать Понимаете Такие маленькие Квадратики Обычно Там Ну вот Я в курсе Это Можно построить Там Например Двух-трехэтажный Домик Небольшой Одноподъездный Но Может быть Не платите Оставьте Зону отдыха То есть Бручаточку Положить Скамеечки А как Зону отдыха Будет сочетаться С парковкой Нет Вот как раз В некоторых местах Точки зеленые Да Точки зеленые Маленькие Такие скверы Где можно было Просто Ну вот Пойти И остановиться И культурить Их Вот таким Это Не такие большие Деньги Но Мы бы немножко Вот Приукрасили Эту историческую часть А строится Ну дома У нас и так Маленькие дома Больше строят За городом Или если большие То есть Подождите Я вас правильно понимаю Что площадки Под цивилизованные Парковки Небольшие В центре города В историческом центре города Эти площадки есть Под маленькие зоны Отдыха Скверы Они есть У города есть Нет Они этих 200 домов Которые нужно сносить И что-то там делать 200 объектов А это чаще всего Территория Которая Большин Строителям Не заинтересованы Потому что Слишком маленькая площадь Есть ряд Маленьких заявок Когда люди берут Строят для себя Ну там На 4 семи На 5-6 Ну до 10 семей На этом говорят Несильно не заработаешь И этажность ограничена Там уже требования Большие к архитектуре Там например Там уже Пластиковые окна нельзя Там уже только Деревянные В общем предложение Елены Васильевны Оно в тему Оно в тему Я считаю В этом просто направлении Нужно дальше двигаться Развивать Делать маленькие скверы Детские площадки И небольшие парковки Которые не будут В собственности Жильцов соседних домов А будут в их управлении С возможностью Дальнейшего изъятия Хорошо 4 минуты у нас остается И есть еще одна важная тема Тоже связанная Отчасти с историей Отчасти с благоустройством Которую я вам предлагаю Обсудить Тема возникает На самом деле Не первый раз Она каждую зиму появляется Но вот на этот раз Члены Кировского отделения Движения Суть времени Предлагают ее Вынести На общественное обсуждение Они говорят Что катание детей На санках С курганов славы Около дворца Творчества мемориал Является вандализмом И направили Соответствующие письма Директора дворца Министру образования области И главе администрации Кирова Илье Шульгину В котором В письме говорится Катание на санках С курганов славы Это сквернение памятников Посвященных героям Нашего прошлого Курганы не предназначены Для развлечения И относиться к ним Нужно с уважением Ну и дальше Значит идет ссылка На статью Уголовного кодекса Статья вандализм За которую предусмотрено Наказание Что предлагается Установить Около курганов Славы запрещающие Таблички И на территории Оборудовать горку Для катания Вот вы с этим согласны Или нет Потому что курганы Я это вижу Они каждую землю Используются Не по назначению Я соглашусь Во-первых Вот этот мемориал Который был построен Там в 70-е годы Я знаю что у меня Например Мэр видите По рубль По полтора Многие кировчане Скидывались Это что-то действительно Это память Самой страшной войне Когда там Наша страна потеряла И наверное нет семей У кого там Дядя Дедушки Прадедушки Историческая Историческая Как бы основа Да Она понятна И вот 90-е годы Знаете Они уронили нас Не только экономику И уровень жизни Они уронили У нас идеологию И мораль Самое главное И образование В некоторой степени И вот новое Мы стали относиться И стали воспитывать Своих детей По-другому И к сожалению Вот такое наблюдается Это вот как раз Нужно немножечко поправить И я Полностью согласен С общественниками Суть времени Молодцы ребята Знаю их Вот они правильно Застрять внимание То есть огородить Курганы И не использовать их никак То есть это Мемориальный объект Должен быть Это мы имеем ввиду Вот сейчас Знаете Мы имеем ввиду Вот эти вот Треугольные конструкции Многие ошибаются Там есть куча горок Напротив 51-й школы Пусть катаются там А мы говорим О бетонных сооружениях В виде пирамид В виде пирамид С которых катаются Конечно А многие как бы Защищают Говорят Доставьте детям Нет Горки пусть катаются Только надо Это вот этот Территорий мемориала О чем мы говорим Уже тоже долго Давайте развивать Там больше должно быть Детских Он должен быть Ставить парком отдыха В хорошем смысле Там может быть Без установки Ларьков каких-то пищевых Ну где можно покататься На коньках Может быть На лыжах Там на санках Вот это нужно Ставить строй Там горки В том числе Предложение Вы поддерживаете Конечно Наказание Наказание надо вводить Какое-то За использование Курганов Не по назначению Там потрясли всем этим Но это неправильно Еще детей наказывать Ну дети Есть дети Давайте Давайте воспитывать А не наказывать Говорят депутат Кировской гордумы Но суть времени права Владимир Журавлев Благодарю его За особое мнение Время наше На этом истекает Программа завершается Я Анна Лапшина Прощаюсь со слушателями Всем до свидания Благодарю всех за внимание Я Анна Лапшина Особое мнение На 101FM